зачем издеваешься над орхидеями сперва губишь их потом лечишь снимаешь видео и показываешь это все на канале наверное на для просмотров и для того чтобы заработать денег а друзья всем привет иногда мне на канале в комментариях под теме видео где мы проводим некоторые эксперименты на канале и я показываю возможности орхидей мне пишут такие вот комментарии и вот сегодня я как раз таки и покажу ту самую орхидею где которая собрала как раз несколько таких комментариев это та орхидея за которую большинство подавляющее большинство вас проголосовали чтобы мы ее оставили в той посадке в которую мы ее временно поместили это орхидея деточка отделенная снятая с шеи с плеч из шеи вот этой вот мамаши чуть больше двух месяцев назад и вот сегодня в видео я покажу что с ней происходит и как она чувствует тем более что вчера видео я об этом обещал задал вам вопросы вы сказали да давайте покажи нам эту орхидею но прежде чем а ее показать орхидею которую мы специально поместили в такие условия но не для того чтобы хайпануть а для того чтобы а вы и зрители подписчики нашего канала имели представление о том что может быть произойти с орхидеи у их возможностей чтобы либо что-то делать правильно как нужно либо что-то вообще не делать в общем у нас а канал такой на котором я делаю то о чем другие бы хотели бы но не решались бы повторить на своих орхидеях и вот у нас на канале они могут имеют возможность это увидеть посмотреть и уже для себя потом решить стоит это того или не стоит но прежде чем мы перейдем смотреть орхидеи мы посмотрим сейчас другие две оценки которые я не специально а случайно забыл на трое суток в упаковке в машине представляете я сегодня утром поехал в магазин и на заднем сидении точнее не так а между задним и пассажирским сиденьем обнаружил вот этот сверток и меня прям молния прошибла ё-моё как я мог забыть это те самые две оценки которые мы несколько дней назад а будучи в краснодарском крае в новороссийске именно заехав в магазин люра мерлен я вам показывал эти орхидеечки распаковки купил две оценки по 450 рублей а вот их привез краснодарского края приехал трое суток назад вернулся волгоград сюда и забыл эти орхидеи на три дня три трое суток они в жару днем лежали в машине и ночью прохладно до 18 градусов лежали тоже в машине вот что с ними произошло сейчас мы а посмотрим здесь я не специально а я вот честно-честно вот чисто по-человечески просто забыл про них из головы вылетела поэтому вот прям вот сейчас с содроганием сердца хочу посмотреть что с этими орхидеями произошло вот такой вот у меня прям термос из нескольких пакетов когда я уже не раз говорил что когда орхидей перевожу с одного региона в другой я стараюсь их упаковать как можно в больше слоев бумаги влажные друзья влажная бумага а почему потому что я накануне же когда мы их с вами купили делали обзорчик распаковку я их поливал отпаивал так ну что они такие прям к вел и чувствую бумага прям вообще такая мягкая прям мокрая так ну что давайте с африканского заката начнем африканский наш закатик бумага прям совсем стала мягенькая такая напитала воду а лишнюю и это хорошо друзья ну посмотрите ну посмотрите а между прочим у нас у меня машина стоит на солнце ну полдня на солнце крыша греется и температура в машине может достигать 40 с лишним градусов но вот я принес но это сейчас после ночи смотрите с корнями орхидеи вот как термос спасает орхидеи от перепадов от перепадов от слишком жаркой погоды от слишком холодный орхидея африканский закат друзья в том же состоянии в котором но даже в лучшем в лучшем состоянии в котором я и а купил на прошлой неделе в леруа мироления за 450 рублей города новороссийска так давайте вторую посмотрим орхидею шку как она себя чувствует ой цветочек отпал у нее но она уже после покупки она еще и после покупки уже цветы скидывала да еще один вот он до цветочки она скинула сейчас бумагу уберу хоп-хоп-хоп еще цветочек вылетел вот мы и когда я делал обзор еле-еле смог показать вам а ее цветение так смотрим на корневую так на корневую у нас там такое но в принципе ничего так себе состояние вроде смотрю такой листью прям тустые орхидеи вроде бы ничего так себя чувствует от было 30 . у нее но они у нее еще и в магазине были такие вот в общем вроде бы ничего с орхидеями прям фух отлегло вот я уж думал что они прям сварились потому что когда орхидея получает тепловой удар мне а иногда присылают фотографии друзья несколько часов буквально там человек прислал недавно орхидеи постояли в машине не укрытые без ничего просто на м в пакете вот в этом целлофановом и человек показывает там прям сварились сварились орхидеи это было ужасно поэтому друзья мои если вы оставляете орхидеи покупаете оставляете есть возможно есть вероятность что оставите орхидеи в машине обязательно обязательно упакуйте в несколько слоев бумаги купите пакетики не 5 рублей стоит целлофановый пакет и купить их 45 штук наденьте их в несколько слоев сверху снизу сверху снизу это максимально защитит ваши орхидеи смотрите они нормальные мы их буквально в ближайшие дни с вами распотрошим и сделаем пересадочку африканского заката и вот такого вот бегли пчика вот все пока ставлю сюда давайте все с ними нормально давайте посмотрим на мамашу на мамашу и на ее детку так сейчас я поставлю что они не упали орхидеи и так значит еще раз напоминаю идет в конце апреля точно не помню это два с небольшим месяца назад мы значит проводились такую операцию вот над этой орхидеи букету пинку доставали ее там потрошили и отсоединяли у нее у нее точка роста была закрыта цветоносом и вот где-то я уже даже и нет и не могу найти это мы так ювелирно сделали я даже сам себе а собой восхищаюсь как я отсоединил эту детку видео есть на канале вот и эту а детка была просто с одними воздушными корнями да и вот значит мамашу эту мы отсоединили два с небольшим месяц назад и вот буквально смотрите с момента отсоединения до сегодняшнего дня уже вот такая новая детка выросла видите смотрите какая прелесть и прям прет прям не по дням а по часам то есть очень-очень вот у орхидеи у которых занята . . роста цветоносом я уже рассказывал об этом да могут месяцы пройти а то и год и полтора ничего не происходит а бывает прям буквально через две-три недели раз уже растет детка то есть вот-вот-вот по-разному все бывает но бывает в 90 в 90 наверно а пяти случаях что обязательно у орхидеи с точкой роста и забитый цветоносом обязательно появляются детки рано или поздно вот в 90 там пяти случаях из 100 вот но смотрите вот такая вот мамаша прекрасно себя чувствует тут один листик у нее отсохнет ничего страшного вот тут у нее портится еще один листик мы его просто до как я уже не раз показывал доме до живой ткани срезаем чтобы не гадать не мучиться что это за грибок тут что это там не грибок грибок какая болячка каким средством купить друзья самый простой способ чтоб не тратится вот так вот обрезали до живой ткани и все место среза ну можно закруглить там или чё либо можно куркумой либо перекиси водорода либо толченым древесным уголем вот этот вот а можно вообще ничего не делать только срезали и все и забыли так ну что детку посмотрим а детку значит а детка какая у нее история значит вот такая вот красотка после того как мы ее отделили она у нас в растопырку была с воздушными корнями и мне предстояло уехать срочненько уехать оставлять ее с воздушными корнями я не захотел почему потому что но оставить орхидею с воздушными корнями в нашем жарком сухом климате это равносильно обречь орхидею на медленную смерть поэтому я решил эту орхидею но точнее так у нас получилось что за пару дней до отъезда я поместил орхидею в воду то есть замочил корни чтобы они стали эластичными потом из воды мы достали и они уже корни стали эластичные поместили вот в такой вот горшок вот ну в кашпо и чтобы сохранить эти корни я временно на время буквально там на неделю максимум на 10 дней решил чтобы корни не пересохли я влажным мухом вот так вот вверху скажем такую пробку сделал а чуть-чуть сюда водички налил и с одной стороны корни дышат и с другой стороны и мокроты такой нету да то есть хорошая аэрация все нормально и все то есть и со спокойной душой уехал а зная что корни не пересохнут с орхидеи будет все хорошо приехал значит еще через какое-то время мы ее с вами посмотрели эту орхидею оставили еще на неделю еще на какое-то время ну и ей понравилось и они начали расти корни вот у нее это уже новые корни вот за два месяца наросли видите новые корешки это ее новые корешки и где-то наверное месяц назад да я может быть даже больше полтора месяца назад у вас спросил грю дорогие мои ну что мы будем с этой орхидеи делать пересаживать тем более что вот у нее начались новенькие корешочки расти либо оставим ее так и посмотрим что будет с ней происходить вот именно в такой посадке в которой никто еще в ютубе не делал то есть мы сделали такое временное сохранение корней орхидеи вот в таком вот этом коконе вот ну и все и большинство из вас сказали давай оставим посмотрим что с ней будет хоть она и немножко на бок здесь стоит ну ничего страшного в принципе еще у нее корень один он молоденький лезет да и в общем мы ее оставили эту орхидеи и вот друзья вот так она на сегодня выглядит единственное что сверху я присыпал корой мох в которой в котором сверху находится чтобы но меньше зеленел чтобы меньше на нем значит осаживались вот водоросли бурели темнели разлагались поэтому вот чтобы не разлагались зашиб вот поэтому я присыпал корой и вот поливаю таким образом что лью сверху чтобы мог смачивался чтобы он был влажный а внизу вот чуть-чуть водички и вот я последний раз значит поил эту орхидею подливал воду ну наверное где-то вот с мизинчик вот так вот так чтобы мог смочился но наверное недели ну точно две недели точно назад прошло то есть даже больше и а если я свои орхидеи сейчас поливаю раз в 10 дней примерно там плюс минус 12 дня то эту орхидею спокойно оставляю на две-три недели а нас она прекрасно себя чувствует и ничего с ней плохого не происходит то есть вот такая вот посадка здесь у нас проходит воздуховод вот такой видите здесь ничем не закрыта то есть дышит здесь это не дает ей возможности точнее не ей а развиваться там каком-нибудь грибку или еще чего-то такое в общем друзья вот такая вот орхидея вот букету пинку детка над пометить ее а вот мамаша с новой деткой которая не поднима по часам растет вот такие вот две красавицы в общем друзья эксперименты мы проводим не ради какого-то там злого умысла а все эксперименты на нашем канале они как знаете из темы чтобы я делаю то что многие бы хотели сделать но не решаются или не решились бы бы на своих орхидеях ввиду незнания тому к чему это приведет ну а мы это делаем у нас на канале показываем и за время всех наших экспериментов на канале не погибло ни одна орхидея между прочим так что вот как то так вот все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока и